Арифметика добра. Сергей Аксенов на РТ за 12 ноября 2020 года. Долгожданное, наконец, случилось. Несправедливая налоговая уравниловка осталась в прошлом. Госдума 11 ноября приняла в третьем окончательном чтении закон о новом порядке взимания подоходного налога среди профессионалов, известного как НДФЛ. Теперь те, кому повезло зарабатывать свыше 5 миллионов рублей в год, будут отчислять бюджет с превышением этой суммы не 13, а 15%. Смещение на волосок, скажут скептики, зато последствия воистину тектонические. Речь, по сути, идет о целевом налоге. Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом он подчеркнул, что все действующие федеральные и региональные программы лечения детей сохраняются, и дополнительные средства пойдут чистым плюсом. А их ожидается немало. В 2021 году 60, в 2022-64, в 2023-68,5 миллиардов рублей. Хватит ли этих средств на заявленные цели? По данным Федерального регистра орфанных редких заболеваний, на конец июня 2020 года в России было зарегистрировано 8900 детей. Лечение каждого может стоить десятки миллионов рублей. Собираемой ежегодной суммы хватит для того, чтобы вылечить, например, всех больных страшной спинальной мышечной атрофией. Есть и другие редкие заболевания, причем список их растет. Так что, куда потратить деньги с пользой, найдется. До сих пор на лечение редких заболеваний собирали средства СМС-ками на телеканалах. Это был, конечно, позор, недостойный современной страны. Теперь все будет по-другому. С инициативой изменения налоговой ставки ради лечения детей выступил Владимир Путин. Соответствующее поручение по идокам встречи с членами Общественной палаты РФ было им дано в сентябре. Названный тогда срок исполнения 1 ноября. Как видим, поручение выполнено. Закон принят. Расходование государственных средств. На дорогостоящее лечение и реабилитацию граждан показатель зрелости и даже цивилизованности общества. Чисто экономический, социал-дарвинистский подход здесь неприемлем. Считать, подсчитывать, сколько обычных больных можно вылечить вместо одного редкого в 21 веке уже неуместно. Ценность представляют жизнь и здоровье каждого гражданина. Хорошо, что мы к этому пришли. Кстати, принимая закон о повышении ставки НДФЛ, депутаты смогли избежать часто присущей нам компанийщины. После долгих лет сохранения плоской шкалы налогообложения, можно было ожидать резко противоположного подхода. Тем не менее, ко второму чтению закона были приняты аж 18 поправок, уточняющих ситуацию. В частности, из-под 15% ставки разумно исключены единовременные доходы граждан, вроде продажи имущества, кроме ценных бумаг. Взвешенный подход к вопросу позволяет сохранить баланс интересов разных трат общества. Те, кто получил сверхдоходы единовременно, не будут обижены отъемом в пользу государства, слишком уж чрезмерной суммы налога. Состоятельные счастливчики, напротив, получат законный повод для гордости. Их налог пойдет буквально на святое дело. А ведь все мы даже самые, что ни на есть, гордецы. Нет-нет, но хотим быть полезными людям, делать добро. Теперь это легко. Уверен, что Путину было непросто. Ведь речь идет фактически о революции в налогообложении, в ведении прогрессивной шкалы. Размыв, пусть и совсем слегка царивший ранее принцип, президент РФ открыл дорогу к более справедливому перераспределению богатства через налоговую систему. Во время экономического кризиса это особенно важно. Наверняка многие те, кто с толстой мощной были против. Но на то и государственная власть, чтобы сбалансировать интересы всего общества. Депутаты, принимавшие закон, конечно, понимают реальность. Они верно отмечают, что новая повышенная ставка может сподвигнуть некоторых хорошо зарабатывающих россиян искать пути для сокрытия доходов. Незаконные методы такого сокрытия должны пресекаться по всей строгости. Ведь отказываясь платить дополнительный НДФЛ, гражданин не просто не додает денег в бюджет, а лишает возможности выздороветь того или иного ребенка. Не стыдно? А вот уклонение с помощью законных методов избежать вряд ли получится. Здесь путь один – продолжать совершенствовать налоговую систему, опираясь на принцип справедливости явочным порядком, введенным президентом. Ученые из ВШ уже сказали свое слово. Они предложили существенно, до 20-24%, поднять налоги на неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан. Медленно, но верно справедливость пробивает себе дорогу. Сергей Рудалев. Извините, Сергей Аксенов. Арифметика добра.